Курение табака – самая распространённая вредная привычка в мире. По статистике, в России от этого пагубного пристрастия каждый год умирают около 400 тысяч человек. А средний возраст начинающих курильщиков – 11-13 лет. О том, как навсегда избавиться от сигареты и начать здоровый образ жизни – наш следующий сюжет. Холодно, конечно, но для спорта самое то. Это сейчас 25-летний Владислав Воронцов с такой лёгкостью занимается на тренажёрах. Раньше его мучила дышка и головные боли. Молодой человек понял, что причина плохого самочувствия – курение. И принят для себя твёрдое решение – навсегда избавиться от вредной привычки. Когда мысли приходят о том, что хочется покурить, я сразу занимаюсь себя чем-то другим. Например, послушать музыку, поиграть даже в компьютер. Достаточно просто у меня получилось, так как с первого раза бросил. Если сравнить со своими друзьями, например, которые не могут бросить годами, которые бросать на неделю и возвращаются вновь к этой привычке. У меня получилось это сразу сделать. А вот Артёму Саркисову о такой силе воли только мечтать. Рука так и тянется за пачкой сигарет. Каждый день начинается с курения и заканчивается так же. Попытки бросить пагубное пристрастие были, но не заканчивались успехом. Я курю уже где-то около 10 лет. Как-то вот, как начал, и до сих пор не могу никак избавиться от этой привычки. Пробовал, бросал где-то на две недели. Вроде как-то справлялся-вотправлялся, но, как обычно, знаете, там, какое-нибудь мероприятие. Погуляешь, пошумишь и по привычке опять начнёшь. Ну вот так и произошло. Заядлый курильщик признаётся, что хотел бы навсегда избавиться от сигарет. Несмотря на молодой возраст, он уже ощущает негативное воздействие табака на здоровье. Но повышенное давление Артём обычно ссылал на усталость. Как выяснилось в беседе с врачом, это тоже побочный эффект сигарет. Нам нужно бросать курить. Врач предупредил, если этого не сделать сейчас, последствия в дальнейшем могут быть печальны. Повышенное давление приводит к инфаркту или инсульту. Когда ко мне приходит пациент с давлением, он говорит, я курю, я ему обычно говорю. Когда бросите курить, тогда приходите, будем лечиться. Потому что смысл наш – это расширить сосуды, они каждой сигаретой сосуды сужают. Поэтому смысла в лечении нет. Чтобы никакого лечения и вовсе не понадобилось, Артём сразу после приёма терапевта сделал первый и основной шаг. Бросил в урну пачку сигарет и пообещал себе, что на этот раз навсегда. Луиза Иеги Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.